Привет, девчонки! Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что ко мне заглянули. И сегодня речь пойдет о маслах. Хочу рассказать вам о своих базовых маслах. Хочу поделиться с вами своим опытом, рассказать, какие масла мне нравятся больше, как я применяю то или иное базовое масло. И всем, кому тема данного видео интересна, конечно же, желаю приятного просмотра и давайте приступим. И сразу хочу отметить такой момент, что я не являюсь экспертом каким-то в маслах. Просто хочу рассказать вам то, как применяю эти масла я. И давайте сразу же определимся, что же такое вообще базовые масла. Базовые масла, которые также называют еще и транспортными маслами, это те масла, которые обладают наименьшей концентрацией и которые можно использовать в качестве дополнительного ухода, либо даже в качестве замены того или иного уходового средства, будь то средства для кожи, для волос, для ногтей и так далее. Самое первое масло, которое я бы хотела показать вам сегодня, это вот такое вот оливковое масло. Это, как любят говорить бьюти-блогеры, просто мой must-have на все времена. То есть незаменимое масло. Очень люблю это масло за его хороший состав, за то, что в нем преобладает большое количество витаминов, за его многофункциональность и за другие его положительные свойства. Хочу обратить ваше внимание, что когда вы будете покупать оливковое масло, обратите на то, что на нем было написано Extra Virgin. Дело в том, что такое настоящее и необработанное масло даст вам какие-то результаты. Итак, применение. Как же я применяю это масло? Во-первых, открыла для себя в 2013 году такой способ снятия макияжа именно этим оливковым маслом. И здесь речь не идет о снятии макияжа с лица, вернее, с кожи лица, именно я снимаю маслом макияж с глаз. То есть тут. Если вы любите водостойку тушь, либо водостойки какие-то жидкие подводки, то это масло оливковое отлично справляется со своей задачей и снимает просто на ура, буквально с двух дисков. Очень хорошо снимает все остатки косметики. Вообще оливковое масло применяли женщины еще в древности. И я и не удивляюсь, потому что действительно масло мне, допустим, никак не сушит кожу под глазами. Активно использую это масло, регулярно его покупаю. Еще один способ, как можно применять оливковое масло, это добавлять его в какие-то домашние рецепты. Например, я делала на основе оливкового масла кофейный скраб, рецепт которого есть на моем канале, вы можете найти. Также я активно и очень часто люблю делать разные масляные масочки для блеска и для питания волос. Еще по причине того, что в оливковом масле содержится огромное количество витамина Е, его можно применять против растяжек. То есть оно обладает очень хорошими регенерирующими свойствами. И еще один из моих любимых способов применения оливкового масла, это использование его в качестве, скажем, крема для загара. Конечно же не крема с SPF, но девчонке оливковое масло дает отличный загар, шикарный просто, поэтому кто не пробовал, я рекомендую попробуйте и думаю, вам должно понравиться. Следующее масло, о котором я бы хотела вам рассказать, это миндальное масло. У меня вот такое рафинированное миндальное масло, стопроцентное, от фирмы Spivak. И я люблю применять миндальное масло для своей жирной комбинированной кожи. Оно неплохо борется с шелушениями какими-то, которые у меня есть. В основном появляются иногда вот в этой зоне, то есть у носика, у носогубных складочек. Иногда бывают шелушения в зоне лба. И оно хорошо очень питает кожу. И также где-то в интернете я читала, что миндальное масло можно также применять, как и оливковое, то есть снимать им макияж. Если честно, я не пробовала, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы применяете миндальное масло и пробовали ли вы снимать им макияж. Еще одно мое, тоже одно из любимых масел, которое в последнее время я применяю очень часто, это органовое масло. У меня вот такое стопроцентное марокканское органовое масло от фирмы Now Solutions. Тоже очень хороший продукт. И это масло я люблю использовать для чувствительной кожи вокруг глаз. То есть оно тоже очень питательное, хорошо увлажняет эту кожу. Единственное, что здесь вам нужно быть очень внимательными и применять это масло не чаще, чем один раз в три дня. То есть нельзя каждый день наносить вместо крема для кожи вокруг глаз масло. Либо, если же вы хотите все-таки использовать это масло так часто, каждый день, то я вам рекомендую добавлять несколько капель этого масла в ваш крем, и тогда уже вы можете спокойно использовать его для своей кожи. Также это масло неплохо питает волосы, дает хороший блеск им. Я люблю наносить это масло на свои кончики перед тем, как я иду тренироваться в тренированный зал, либо если я просто остаюсь дома, наношу на волосы, масло хорошо питает их и придает блеск волосам. Также, девчонки, в моем арсенале базовых масел есть вот такое вот репейное масло и касторовое. Особо рассказывать о том, как применять эти масла я не буду. Единственное, скажу, что люблю очень наносить касторовое масло на свои реснички и на брови, и таким образом как-то стимулируется их рост. Вот особенно по бровям я заметила, что если я там где-то выщипала себе лишнего, то когда я смачиваю палочкой ватной касторовое масло, наношу его, на ночь обычно это делаю, и в течение хотя бы недели тогда действительно заметен результат. Если вы один раз нанесли и ждете результат, то думаю, что масло не поможет вам отрастить бровки. Вот. И по поводу репейного масла хочу сказать, что у меня есть одно вот такое вот репейное масло, в состав которого входит жгучий перец, по идее, который должен стимулировать рост волос, и одно у меня есть, которое без жгучего перца. Так вот, хочу сказать, что особой разницы между этими маслами я не нашла. Мне кажется, они обладают одними и те же свойствами. И, кстати, я забыла сказать, что касторовое масло хорошо стимулирует действительно рост волос, поэтому в маски домашние для волос я его тоже люблю добавлять, и именно наносить на корни волос, чтобы шел рост. И последнее масло, о котором бы я хотела рассказать вам сегодня, это кокосовое масло Парашют, 100% натуральное масло. Оно у меня жиденькое, и люблю его использовать как для кожи, так и для волос, но вот, если честно, в последнее время уже как-то подзабросила. И это масло единственное, что я регулярно питаю этим маслом свои ногти, и хочу сказать, что мне кажется, масло хорошо работает, и ноготочки у меня такие вот прям твердые, не ломаются, не слоятся. Отличное масло. И также иногда я использую его для загара, потому что оно так же, как и оливка, дает классный такой тропический, как будто бы мы были, не знаю, на морях, где-то на отдыхе, загар. И на этом я думаю, что буду заканчивать свое видео. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. И я вам всем желаю хорошего настроения. И мы с вами увидимся, как всегда, очень скоро. И всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!